здравствуйте дорогие друзья вы на канале перехват управления и сегодня мы поговорим на очень интересную тему как мне кажется игры в которой играют люди и люди которые согласитесь все мы на протяжении всей жизни играем разные роли политики играют свои игры коммерсанты играют в свои сегодня мы об этом поговорим да и мы попробуем даже поиграть игорь и тому звучание о буквам и по звукам уже с понятия игра я точно как человек все время видел как только я чуть-чуть недоигрываю плохо когда я чуть переигрываю плохо я искал всю жизнь эту меру знаешь почему я объясню я объясню а дело в том что когда человек переигрывает сразу идет не искренне все люди верят если это искренне и если ты вот эту вот золотую середину вот эту гармонию нащупываешь и вызываешь доверие и вот это вот чтобы верили это и есть то о чем ты говоришь переиграть нельзя недоиграть нельзя а вот абсолютная гармония вот это правило золотого сечения как раз вот по поводу сначала недоигрывание поговорим потому что нас буду смотреть зрители которые скажут а зачем вообще играете вот вы будьте теми кто вы есть и вот опасная история опасная история потому что родился любой человек маленьким невзрачным ким слабеньким мамы папы недовоспитали если очень сильно много искренности но это очень много слабости это очень много недоразумений это это втягивать людей совершенно обратную игру в игру в которой какая-то лажа какой-то колхоз как как какие-то какие-то какая-то скучность бытовуха люди ведь хотят играть они идут в кино они хотят видеть красивый сюжет они когда идут на свадьбу мужем или женой и они хотят красиво быть платья когда они на работе они хотят чтобы уже красивое кино да они в любом случае хотят и и сейчас если они скажут да нет вы будьте самими собой ну мы можем обнажиться и это тоже будет некрасиво спасись обнажать можно что-то но лучше обнажать там не знаю доброту сострадание иронию юмор и так далее но извините не голую жжу да вот обнажать части тела не надо обнажать по и какие-то ну похоть какие-то низменные чувства обнажать не надо быть самим собой надо быть самим собой надо как иначе жить если ты будешь играть с утра до вечера и заиграешься в конечном итоге ты вообще себя потеряешь ты вообще не поймешь а где я да ольга и расскажи как профессиональная актриса расскажи пожалуйста вот почему люди изучают систему станиславского и как это работает что человек играя разные роли лучше понимает себя и как это у профессионального человека который вынуждена зарабатывая деньги тем что он имитирует при этом он лучше себя познает и и насколько это важно для любого человека вот этот опыт расскажи пожалуйста для жизни это очень важно это не значит что мы будем обманывать играя будем обманывать нет это дает тебе еще и какую-то защиту когда ты можешь справиться в нужное время со своими эмоциями хотя актеры настоящие актеры они очень открытые люди они же как дети и они все как на ладони и совершенно не защищен потому что у тебя галь ты как оголенный нерв надо сказать что актерская школа станиславского одно а школа представления это другое то есть например мы знаем как показать ну например грусть вот как показать аудитории кому-то меня это огорчит я бы во первых сейчас оттолкнулся не от некого искусственного показа когда я чувствую вот это я чувствую славского ты да через себя вот таким образом мы узнаем себя представляете насколько тяжелая школа станиславского вот я считаю что табаков вообще табаковский мы все табаковские особенно травмированные эмоционально люди потому что градус на который нас выводил табаков невероятный то есть ты не можешь просто заплакать делать вид что ты заплакал а ты плачешь от того что ты это я сейчас кухню немножко свое рассказываю от того что ты вспоминаешь что-то трагическое тоже секунды это же доли секунды в твоем мозгу то есть это не изображение это я пропускаю через себя это значит я нервничаю ничего хорошего в этом нет лишний раз травмировать себя эмоционально до нервную систему раскачивать я считаю что профессия актер это вот профессия вот пусть вот пусть актеры и раскачивают свою нервную систему а вот всем простым обычным как я говорю нормальным людям как нормально вот нормальным нужны просто основы актерского мастерства какие-то правила что ли вот такие вот но для выступления например я когда готовлю ораторов самого разного уровня я им даю какие-то актерские упражнения помощь для того чтобы выступать производить хорошее впечатление да но играть роль перевоплощаться у это вот это вот профессиональная история вот как раз мы сейчас поговорим о том что нужно нормальным людям я как психолог управления могу сказать что вот сначала мы сейчас поговорим именно они не доигрыши о том что не доигрывают не умеют играть а вот посмотрим на эту игру с понятие психологии вот все здоровые нормальные люди в детстве играют какой-то момент когда они перестают играть какой-то момент начинает все больше быть депрессии в какой-то момент начинает все больше усложнений слишком много серьезности слишком много серьезности которая потом накапливается психологически как психотравмы и в конце концов человек может взорваться и очень многие нормальные люди не доигрывавшие и и не доигрывающие они взрываются однажды, и это может взорвать их окружение, это может взорвать их семью, их детей, может взорвать их профессиональную команду, в которой они работают. Есть такое понятие интерактив. Ты сейчас интерактивно, ты показываешь свою искренность на камеру, и действительно цель нашей сегодняшней беседы не просто поговорить теоретически, мы хотим зажечь людей, чтобы они в любом возрасте, как говорили, любви все возрасты покорны, а я бы сказал, игре все возрасты покорны. Дети не думают о том, как они выглядят, дети не думают, чем им это обернется, дети не думают о последствиях, и слава богу, они живут здесь, сейчас, они открыты, откровенны и искренни. Мы же взрослые люди, поставленные в определенные рамки. Мы думаем, вот сейчас я хочу, извини, послать всех нахер, а не могу. Вот сейчас насмотрят зрители и думают, о чем они там треплятся, как это практически можно на хлеб намазать, мы там, не знаю, недополучаем зарплаты или пенсии. А ведь на самом деле ключ к этому всему, это тоже игра. И дело в том, что вот мы сейчас что-то с тобой говорим, а это не просто там трепание языком, а ведь это вот попытка вдохновить и сказать, уважаемые зрители, мы хотим с поиграть, но хотим поиграть в такую игру, чтобы не доиграть плохо, переиграть плохо. Мы действительно, допустим, с Ольгой, я к зрителям обращаюсь, пробуем некий эксперимент, мы хотим даже не просто разговаривать, мы хотим даже попробовать играть в каком-то таком... Давай, давай поиграем. Ольга, у нас сценарий такой сейчас. Я вот, Иван дурак, который поверил в то, что можно куда-то попасть, пришел на перекресток и не знаю, куда идти, и вот встречаю тебя, и ты какая-то вот, наверное, такая вот ведьма, что ли, которая добрая, может быть, Баба-Яга, может быть, Баба-Яга. Мне феи больше нравились. Да. И вот ты мне вот сейчас, ну там вообще в русской сказке был Иван дурак, и потом он Баба-Ягу встретил, Ну, ты будешь такая добрая, красивая Баба-Яга. Кстати, Баба-Яга, это, в общем-то, не всегда плохой вообще нарратив, да, это искаженная история. И вот я тебя встречаю и говорю, вот, знаешь, не знаю, куда идти, вот скажи мне, куда идти. И вот очень у многих людей такая проблема. А ты куда хотел бы прийти? Хочу великую, сильную родину, и вот абсолютно не знаю, я ж дурак, я ж не знаю. Ну, если такой умный, на самом деле, хоть и дурак, но такой умный, добрый, духовный не знаешь ты, то тогда кто знает? Ну, наверное, другие дяди есть умные, они же вот зарплаты другие получают. А ты, наверное, догадываешься, что есть и неумные дяди? Ну, наверное, есть и неумные. Ну, кстати, неумных дядей, наверное, больше, как ты думаешь? Вот я ж Иван дурак, а вот эти Ивана Царевича, вот они, вот они же вот они, это что-то вот родились. Я же рылом не вышел, а вот они вышли. Что ж мне делать-то? Как ты думаешь, а может быть, рыло тут вообще ни при чем? Так, а что при чем? Я вот не знаю. А может быть, это все про сердце, про доброту, про сострадание, про эмпатию, ты как думаешь? Ну, мне все время говорили, ты какой-то слишком заумный, ты какой-то то ли дурак, то ли слишком заумный. Короче, ты как-то не попадаешь. Я вот не знаю. Потому что вокруг меня очень много людей, которые... А кто же тебе такое говорит? На красивых машинах ездят, с красивыми девушками общаются. А я вот такой вот дурак, у меня ни девушки, ни машины. А ты красивые девушки. Да вот вообще не знаю, что мне нужно. А машины, дорогие, тебе нужны, дурищи? Да вот не знаю. Вот ты мне расскажи. А как ты думаешь, может быть, сначала понять, что я хочу и кто я такой, а потом слушать этих, может быть, царевичей? А как ты думаешь, вообще, что такое царевич? Ин царя. Ой. А сын царя... Сыновитый. А сын царя обычно, по-моему, не очень умный бывает. Ну, в сказках обычно. Да. Но ведь мне-то сейчас скажут, смотрящие... Нашей игрой, да, и скажут, да, ты же, конечно, ты лысый там какой-то. Какой ты царевич? Какой из тебя? Но царевич... И правда будут. Но царевич-то это же не лысая голова. Да. А может быть, это что-то другое? А вот я не знаю, есть ли у меня это. А вот они мне скажут, многие, что нету. Что же мне делать? Кого мне слушать? Кого мне слушать? Кого слушать? Я вот тоже думаю. Тихо брать. Тысячу комментаторов. Кого надо слушать? Хороший вопрос. Может быть, надо слушать только свое сердце? А нафига ты слушаешь сердце, когда у тебя есть ум? А мне скажут даже по-другому. А кто сказал, у тебя сердце грязное? Сердце какое-то... А я скажу, а у тебя сердце-то есть, белок? Да, да, да. Сердце-то есть у тебя вообще? Да, да. Скажут же. Вспоминается анекдот. Идет Хаджа на средину. И сначала они с сыном едут на осле. И встречают их люди и говорят, какие негодяи. Два взрослых человека мучают маленького ослика. Тогда Хаджа остался как пожилой человек на ослике, а сын идет рядом. Идут следующие люди и говорят, такой дурак. Сам взрослый, а ребенка заставил уйти. Он ребенка посадил, сам идет рядом. Говорят, такой молокосос дерзкий. Пожилого человека заставил плестись, а сам сидит. Кстати, оба идут рядом со слов. И говорят, два ебила. Не могут на славке есть. В конце концов, Хаджа на средину взял осла к себе на плечи и сказал, иначе людям рта не заткнешь. И вот я сегодня, баба-яга или добрая фея, вот настолько устал от всего этого, что я беру осла на плечи и говорю, вот я Иван дурак, я пошел. А ты мне скажи, куда идти. Вот ты спросил. Но дорогу, наверное, осилит идущий. А? Вот лично я, вот там, где будет написано, туда пойдешь прямо, голову сложишь, я считаю, что как раз туда и пойти. Знаешь почему? Почему? Расскажи. А потому что с точки зрения психологии это вообще классный тест. Потому что когда написано туда не ходи, это значит написал это кто-то, кто туда сходил и вернулся. Значит, он обманывает, значит, либо он сознательно нас проверяет, и тогда он получается хороший инструктор, который... И это возвращается к игре, это манипуляция, наверное, да? В хорошем смысле слова, манипуляция для проверки, чтобы все подряд не ломанулись туда, куда надо. Чтобы пошли только те, которые взвесили свои риски, взвесили свои силы. И только так те пошли. Либо второй вариант специально, дезинформатор нас путает и хочет, чтобы мы пошли куда-то налево, направо, а не прямо. И поэтому я пойду только прямо. Вот я такой вам дурак, что я пойду прямо. Как ты считаешь, пойти мне туда? А я бы, ты знаешь, а я бы тоже, наверное, пошла бы. Может, со мной что-то не так? Скажи, ты же разбираешься лучше, я бы тоже пошла туда, где написано, не ходи туда. Да, да. И вот точно я знаю, с чем ты разбираешься лучше, чем я. Ага. Вот ты сейчас можешь лучше вдохновить тех, кто это все смотрит. Ага. Скажите, вот этот интерактивный герой, если за ним не будет какого-то количества поддержки, он действительно споткнется, облажается. А если будет поддержка, а может, он и дойдет. А может, даже такой дурак, это торпеда. Это торпеда. Это же классная история. Мы сами не рискуем, торпеду запустили. Тебе знакома же такая фраза? Один в поле не воин. Вот именно. А вот, в принципе, куда-либо идти, хорошо ли одному? Вот именно. Один в поле не воин и не дойдет. Поэтому я без вас, уважаемые зрители, не дойду. И никакая фея. И баба Яга ему точно не помогут. Так что будем следующие игры проводить только вместе. Если вы оценили наш формат, будем играть дальше. Если не оценили, уж извините, Ивану дурака не туда зашел. Спасибо. Дураку все прощается, знаешь, да? Спасибо тебе, спасибо всем. Спасибо. И ты мне чем ответишь? Улыбнусь. Конечно. И все. И все выиграли в этой истории. Ты понимаешь? Я чуть-чуть раскрылась, подарила тебе улыбку. То я подарила энергию. Энергию. И ты... Это такой пинг-понг, понимаешь? И ты мне тоже эту энергию отдаешь в ответ. Ты чувствуешь, в тебя это попадает. Ты мне отвечаешь тем же. Вы понимаете, да, что происходит? И пошла цепочка энергообменов. А теперь чуть-чуть нотка, будем говорить, духовно-мистическая. Опять же, в профессиональной игре, в том числе актерской, люди чередуются ролями. Иногда они объекты игры. Когда режиссер им сказал, какую роль играть, в конце концов, кактус будешь играть. И человек хотел, не хотел, но будет кактуса. А потом они являются проводниками игры. То есть они, соисполнители, они получили некую стратегическую задачу, но тактически ее обживают своими собственными инициативами. Это второе измерение игры. И третье измерение игры, когда ты из сценариста, режиссер, ты затеял эту игру и всех вдохновил. И вот это вот ощущение динамичной трехступенчатой игры, которая постоянно меняется, то ты сегодня объект, которым играют. Да, и тобой мунипулируют. То ты сегодня соисполнитель, то ты, в конце концов, сам хозяин, бог, творец. И ты играешь другими. И вот здесь, конечно, вторая игра – не переиграть. Я вот хотел бы сам сказать, что, допустим, приходится ходить по тонкому льду. Занимаясь коммерцией, ты можешь переиграть. Занимаясь политикой, тем более ты можешь переиграть. Но не играть вообще – это очень ущербная позиция. Это испугаться, закуклиться, спрятаться. Страусиная позиция. И вот сейчас, когда мы с тобой говорим, действительно хочется вдохновить людей, смотрящих это, чтобы мы вдохновляли друг друга. И когда я читаю комментарии в стиле «Да вот какой-то там лысый человек тут рассказывает нам, как жить». Да не рассказываю я, как жить. Я играю тоже по определенным нотам. И по определенным нотам я рассказываю. Уважаемые товарищи, я, например, чуть-чуть вот это знаю. Хотите – поделюсь. Хотите – пожалуйста, живите, как хотите. Да никого не заставляю. То же самое профессиональная актерская специализация. Это никто никого не уговаривает, показывает и говорят, смотри, есть возможность сыграть эту роль. Хочешь – бери. Хочешь – воспользуйся. Хочешь – вырасти за счет этого. Конечно. Это опять смотри как. Это очень тонкая, как ты правильно сказал, ходим по тонкому льду. Очень тонкая история. Люди чувствуют, когда, ну, по крайней мере, думающие люди, все знают и чувствуют, когда их втягивают в нехорошие. Когда ими манипулируют. Рано или поздно это понимает практически каждый человек, да, что он не в той игре. Кто-то раньше, кто-то позже. Кто-то раньше, кто-то позже. Мы сейчас хотим обратиться к зрителям с нашим экспериментом. Если мы сейчас удостоимся хоть каких-то положительных комментариев и, надеюсь, кто-то нам там сердечки поставит все-таки нашим сегодняшним разговорам, хотелось бы поиграть в игры, в которых то я буду изображать положительное, а Ольга – отрицательное. То Ольга будет положительная, я – отрицательная. То мы вместе будем что-то положительное, то мы вместе будем что-то отрицательное. Мы хотели бы попробовать поиграть со зрителями в такие духовно-оздоровительные игры, в которых провести такой какой-то хороший, есть такое понятие, сеанс сказкотерапии. То есть рассказывая хорошие, добрые сказки, возрождая в человеке ребенка, потому что сказка возрождает в человеке ребенка в любом возрасте. И вот через эти сказки, через эту терапию попробовать высказать то, что обычно мы не высказываем. Возможно, что-то выйдет из меня, и зрители будут, надеюсь, с удовольствием наблюдать, если из меня вылезет что-то, что-то по-настоящему злое. Они говорят, вот-вот, вот-вот, мы же это знали, да? И ты, как профессиональная актриса, тоже мне можешь прокомментировать. Ага, а смотри, Игорь, а вот я заметила, и мне будет интересно. А я хочу немножечко действительно искренности, я хочу действительно некого момента… Откровения. Да, такого живого диалога, в котором профессиональный человек, не просто какой-то человек со стороны, которому вообще не интересно, а он по-настоящему скажет, да, Игорь, вот здесь ты ошибаешься. Я скажу, да, знаете, вот очень хорошо, я бы хотел сейчас это исправить и пойти дальше. И я бы хотел, чтобы вот в этой позиции были не только я, но и ты. Хорошо. И те, кто смотрит нас, да? Почему бы нам не попробовать? Если, конечно, это зрители сейчас не скажут, да мы слишком серьезные, да зачем нам это надо, ну вот это вот давайте лучше сейчас политологи, которые расскажут очередной раз, когда Америка обрушится, а когда Россия поднимется. Нам хочется по 568-му разу. Вот это, а вот это вот неинтересно. Если бы неинтересна эта игра. Ну, ты сейчас опять, ты попал в десятку, но люди действительно хотят играть вот в эти игры. Вот скажите нам, что все будет хорошо. Кстати, не очень приятная и не очень эффективная игра. Вот знаете, все, наверное, все знают Верку Сердючку. Он же Данилка. Это же человек, который, играя не ту игру, настолько психотерапевтически повредился, что у него огромные проблемы психического характера и финансовые проблемы и все остальное, потому что накапливается не та игра, накапливает не ту энергию. Ты знаешь, у меня такое было, я три года играла в длинном-длинном сериале и играла 366 серий, представляешь, на российском канале, 366 серий. Из них 200 с лишним я все время плакала. Я плакала, потому что там такая история, сын у меня погиб, и вот я такая все время страдающая. Вы не поверите, ребят, ты не поверишь. В конечном итоге у меня возникло желание. Мне показалось, что я старая. На тот момент это вместо того, чтобы к психологу идти, я сразу решила пойти к пластическому хирургу, потому что что-то со мной происходит, вместо того, чтобы посмотреть, что у меня внутри. А я настолько заигралась, реально, ну каждый день ты играешь вот эту вот... Во-первых, разница с сыном у нас была в 12 лет. Актер был моложе меня всего на 12 лет. Такая очень... Играть возрастную маму, хотя, извините, он мне в в принципе и в мужья мог годиться так, на секундочку. Вот. И я так заигралась. Ну, я не знаю там, что с Данилкой, догадываюсь, да, что такая сложная история. Но я... У меня началась депрессия, и я поверила в то, что я мать погибшего взрослого сына и очень сильно возрастная несчастная женщина. Понимаешь? То есть это опасно. Это то, о чем ты говоришь. Такая длинная, долгая игра. А мы реально, если кто-то, вот что называется, костюмчик-то на себя надел определенный, человек долго в эту игру играет. И вот он в этой роли уже так втянулся. Уже так прям, как будто это уже и не роль, а он сам. Опасная история. И тут вот действительно должна быть какая-то грань. Вот надо понимать, где ты... Именно опасная история, когда человек пел вот эту песенку «Все будет хорошо», «Все будет хорошо». И вот ключевая высота игры – это когда так сказать человеку, что да, будет все нехорошо, и да, будет все непросто, но ты все это преодолеешь, и эта игра гораздо лучше, чем просто сказать ерунду, что все будет хорошо. Оно так не будет. И оно деструктирует и человека, который это сказал, и человека, которому он это сказал. И по большому счету этот сеанс плохой терапии, игры наоборот, когда все будет хорошо, и Данилка принес неприятности, и те, кто под это плясал. Я думаю, что многие, кто плясал под это, сейчас испытывают обратную реакцию. Все не очень хорошо. А вот хочется, чтобы мы все-таки не про грусть говорили, а про то, что преодолимая грусть. Не про то, что вот в нашей России настолько все пасмурно и сложно. Да, будет в ближайшие 3-5 лет. Я как управленец и политолог в том числе говорю, будет очень непросто. Но давайте переживем это все с какой-то игрой. Давайте из этого все извлечем какую-то каску ложки. Не опускать руки, а все равно делать, делать что-то. Надо делать, надо двигаться. Надо все время... Я вообще про созидание. Про созидание, понимаешь? То есть надо шаг за шагом, и ты правильно говоришь. Я вот за честность. Почему я говорю актеры? В этом смысле актеры очень открытые и искренние. Актерам, наверное, проще. Мы понимаем, где ложь, где фальшь. И мы все-таки за искренность и открытость. Хотя, конечно, актеры бывают самые разные. Кстати, когда актеры идут в управление, и когда актеры идут в продюсеры и в руководители, они перестают быть детьми, знаешь. Они сразу играют роль начальника. А там другие правила игры. Функционеры – это другая роль. И таких примеров очень-очень много. Когда хорошие актеры пошли во власть, и вдруг стали плохими актерами. Ну, об этом мы еще успеем поговорить. А сегодня я хотел бы закругляться и еще раз подытожить, с каким мы предложением зрителям обращаемся. Во-первых, среди них наверняка есть и актеры тоже. Конечно. И профессиональные актеры. Если они заразятся нашей идеей, пусть, пожалуйста, нам напишут, и мы бы включили их тоже в эту игру. Почему бы нет? Это, во-первых. Во-вторых, всем остальным, кто сильно тоже хочет играть, предлагаем сценарии, предлагаем идеи нам как-то присылать, почту мы оставим. Действительно, я вот непрофессиональный актер, я не хочу играть то, что не умею. Я буду играть искренне то, что умею. А если у меня не получится, тогда мы пригласим кого-то еще. Если действительно формат будет оценен, мы, наверное, попробуем следующую передачу уже в такой какой-то игровой форме. Да, конечно, да. Я за. Всегда. Руками, ногами. За. Давайте играть. Давайте играть. Давайте играть. Весь мир театр. И мы реально в нем актеры. И давайте нашей игрой переломаем все неправильные политические театры, переломаем все неправильные коммерческие блефы, переломим все смурные, грустные, депрессивные игры в смерти и в разрушение. И все-таки созидательная игра у нас получится. И это будет реально, и это будет добрая, хорошая, созидательная, с хорошим финалом игра. Спасибо, Ольга, что мы сегодня немножко поиграли. Поиграем. Пожалуйста. В будущем тоже. Спасибо зрителям. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok